На территории спортивного комплекса «Строитель», где проходят почти все занятия спортивной школы, сегодня демонстрируют свои способности дети от 6 до 18 лет, воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Тимиртау. Ну что ж, поддержим наших юных спортсменов! Каждый год детско-юношеская спортивная школа проводит набор различной спортивной секции. Нынешний учебный год не стал исключением. Однако, помимо уже имеющихся секций, в этом году у детей будет возможность научиться новому спортивному единоборству – самбо, которому теперь обучают в спортивной школе. У нас в этом году открыли новый вид спорта – это самбо. У нас многие ходят на плавание, синхронное плавание девочки, естественно. У нас волейбол, отделение, легкая атлетика много ходит, и единоборств. Это у нас единоборств каратадок, кушенкайкан каратадок, эквандод, дзюдо, бокс. Они все туда, многие дети ходят. У нас еще есть отделение современной пятибории, стрельба из лука. Убедившись воочию в качестве и разнообразии спортивной подготовки, пришедшие на день открытых дверей родители тут же поспешили записать своих детей в одну из секций. Мы пришли сегодня на день открытых дверей в спорткомплекс, посмотрели разные секции, как детки занимаются, выступают. Дочке понравилось, решила, выбрала секцию, куда она хочет. Мы решили записаться. Здесь хорошие тренеры, наслышанные про этот спорткомплекс. Детско-юношеская спортивная школа действует в городе уже на протяжении 60 лет. И за это время успела выпустить именитых спортсменов. В этом году синхронистки Екатерина и Александра Немич представляли Казахстан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В спортивной школе занимаются более тысячи детей, и многие из них наверняка последуют примеру сестер-синхронисток. В скором времени мы будем покорять Олимпийские игры. Будем ехать по разным городам, странам. И привезем много медалей. Екатерина Лепехова, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.